МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПОЧНЯ ПАДІЯ В ОБЛАСТІ У МОТРИЯЛАХ КОРЕСПАНДЕНТА У ТОЛЕРАДОЕ КАМПАНИИ ГОМЕЛЬ У студии Натальи Игнатенко ВИТАЮ ВАЗ ГЛЯДІТЬСЯ УХЭТЫМ ВЫПУСКУ АБЛАСНАЯ ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАВДА СЁННЕ ОЗНАЧАЕ СТОГАДОВЫЙ ЮБІЛЕЙ БРСМ АКАЖА МОЛАДІ ДА ПАМОГУ У ПРАЦАУ ЛАТКАВАННІ СЁННЯ СУСВЕТНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЫСУРСАУ И БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА АБ ГЭТЫМИ НЕ ТОЛЬКЕ Старэйшая друкованная выдання Беларусі Абласная газета ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАВДА АДЗНАЧАЕ СЁННЯ СТОГАДОВЫЙ ЮБІЛЕЙ СА СВЯТАМ ЯЕ КАЛІКТЫУ ПАВІНШАВАУ ПРЕЗІДЕНТ БЕЛАРУСІ ПА ПАПУЛЯРНАСТІ И ТЫРАЖУ ВАША ВЫДАННІ АДНОЗ ЛЕВШЫХ У РЕГІНАЛЬНЫЕ ПЕРЫЁДАЦЫ Стабільная аудитория Чытачоу ВЕЛЬМІ ЗНАЧНЫЙ КАПІТАЛ ЯКІ ВЫМКНЕТІСЯ ЗАХАВАЦЬ И ПАВІЛІЧИТ СВОЇМ ПРАФІСІЙНЫМ МАЙСТЕРСТВАМ АДЗНАЧУ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКА У РАЧЫСТАСТЦІ ЗНАГОДЫ ЮБІЛЕЮ ПРОЙДУЦЬ 24 САКОВІКА А ПАКУЛЬ ЖУРНАЛІСТЫ ПАДРЯХТАВАЛІ НЕ ЗУСІМ ЗВЫЧАЙНЫ СВЯТОЧНЫ 28 СТОРОНКАВЫЙ НУМАР НАШЫ КРЭСПАНДЕНТЫ НАВЕДАЛІ РЭДАКЦІЮ А ПОШНІ ХВІЛІНЫ ВЄРСТКІ ЮБІЛЕЙНАГО НУМАРА НА 28 СТОРОНКАХ ГОМЕЛІСКАЯ ПРАВДА ВЫХОДІЛА И РАНЕЙ АЛЕ НА ГЭТЫ РАЗ ПРАНЦІПОВА ІНШЫ ПАДЫХОД ПА СУТНАСТІ ЧЫТАШЫ АДРАЗУ НЕКАЛЬКІ ГАЗЕТ ПА ПЕРШЕ ДАКЛАДНУЮ КОПЮ ТЫСЯЧНОГА НУМАРА ВЫДАННЯ УРЫШТІ ЦІКАВА ДАВЕДАЦІ АБ ЧИМ ПІСАЛА ГАЗЕТА У ТЫЕ ЧАСЫ ПЛЮС ПРАВДА ДЦІ ГЭТА ПРАЕКТ ЯКІ ГОМЕЛІСКАЯ ПРАВДА РЕАЛІЗАВАЛА З ВУЧНЯМІ ЧАТЫРНАЦАТЫЙ ГОМЕЛІСКАЙ ГІМНАЗІЇ ОТРЫМАЛЫСЯ НЕШТА НА КШТАЛТ ЖУРНАЛІСКОЙ ЕСТАФЕТЫ АБ СУЧАСНЫМ ЖІЦІ ГАЛОННЫЙ АБЛАСНОЙ ГАЗЕТЫ РАСКАЗАЛІ ШКОЛЬНІКІ, ЯКІЯ АБ ПРАФЕСЮ ЖУРНАЛІСТА ЯШЕ ТОЛЬКІ МАРАЦЬ ТА БЫЛА ИНІЦАТЫВА САМНОЙ ГІМНАЗІЇ НАСТАВНІЦА РУССКОЙ МОВЫ ЛІТЕРАТУРЮ ЖАН НАЖАДІЙКА ШМАТ ГАДОУ ЗЯВЛЯЄЦА СЯБРАМ НАШЕГА ВИДАННЯ І ДАВНЯ НАШЕ ПАСПІЩЦІЦА, І ПОПУЛІРАЦАТОР ГОМЕЛІСКАЙ ПРАВДІ ОСІ Я НА САМА ПРАПАНАВАЛА ТАКІЙ ПРАЕК ЗРОБІТЬ, КАБ ДІТІ, ГІТА ЛЮДІКІ ВІЦАЦЦАЦІ В ДІСЯТАМ КЛАСІ В ГІМНАЗІЇ ПАВЕНЩЮ ВАЛІ ОБЛАСНОЮ ГАЗЕТУ, СВАЮ ЛЮБІМУЮ ГАЗЕТУ, ЯКУ ИНИ САМІ ВЫПІСЮЮЇ С БАТЬКАМИ РАЗАМ ЗА ТАКІМ ЮБІЛЕЕМ, СТАГОДДІМ Дарыжий юбилейный номер Гомельской правды будзе 23 616-ым. Минавито стольки разов выходзела газета за свою 100-годовую историю. Правда, сучасную назво и она отрымала у 1938-м годзе. С Пальшатку – известия Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов. Путым были известия Революционного комитета города Гомеля и уезда, Путь советов и Полесская правда. И такая лишьба, по якой можно мерковать об деянности газеты. Только за минулый год ее архив пополнили амаль 20 тысяч фотосдымков, зробленных во всех районах в области. Але зараз только друкованным выданием журналисты уже не обмяжовываются. По сутности, сучасная Гомельская правда – это холдинг. Недзе пять годов тому тут открыли уласный выдавецкий дом. Летость вышла у эфир «Правда радио». Это, кажуть, потребование часу. По-иншому сёння уже нильга. Сегодня востребовано уже не только печатное слово, но слово в принципе вообще востребовано. Электронное слово. И мы это почувствовали. Поэтому открыли радио. Я не исключаю, что формат телевидения на нашем портале тоже будет присутствовать довольно активно. Поэтому сама жизнь подсказывает нам что-то открывать. Если мы открыли пять лет назад издательский дом «Гомельская правда», мы не пожалели. Потому что это помогает нам экономически, финансово жить. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель». И у протяг святочной темы. З нагоды 100-годового юбилея у газета «Гомельская правда» сёння провела цикавую доброчинную акцию для жихаров областного центра. У девяти городских троллейбусах с логотипом старейшего выдания Беларуси был организованный бесплатный проезд. До того ж, усім пассажирам гэтых маршрутов супрацовники «Гомельской правды» раздали святочный выпуск газеты. Доброчинная акция проходила с 7.30 до половы девятой годины. У так званую годину пик, коли люди спешаются на учебу и працу. На вину про то, что проехать можно абсолютно бесплатно, читаючи при этом свеженномар газеты, горожане успрынялись великим оптимизмом. А тому и сами выказали самое щирое и теплое пожадание у адрес «Гомельской правды». Удачи, чтобы всё было хорошо. Хорошая газета. Всё-таки 100 лет – это надо. Желаем успехов в дальнейшем, чтобы всё получалось. Чтобы в дальнейшем прочитало и радовало гомельчанам. Протягиваем выпуск. БРСМ окаже молодцы допомогу у працу «Латкованни». Специальные грачелинии начали работу при территориальных комитетах БРСМ. С просьбой об оказании садейничанья у працу «Латкованни» можно звертаться по телефону у «Гомеля» 57-14-00. 25-26-го соковика так само будут организованы приемы молодых людей у территориальных комитетах. А кроме того, молодежная лаборатория социологичных доследований у БРСМ объяснила об запуску нового масштабного республиканского доследования. С сегодняшнего дня по третьего красавика во всех регионах пройдя социологичные опытания. Его мета – выучение становища молодцы на рынку працы. Сгодно с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сегодня означается Сусветный День Водных Ресурсов. Его главная задача – еще разнагадать усим же храм Земли об великой важности воды для поддержки жизни на планете. Стан водных ресурсов Гомельской области – в материале наших корреспондентов. Гомельская область – моя самая великая запасы поверхневых вод у Беларуси. В залежности от климатичных умов, что годовые объемы воды у реках региона вагаются в межах от 35 до 46 миллиардов кубометров. Причим для потреб предприемства и насельства сегодня выкористовываются не больше, как 0,3% этих запасов. Еще одна количество, на которую звертают увагу областным комитете природных ресурсов. Водоемы в области становятся больше чистыми, при том, что теперь якость воды оценивается не только по химичных, а и по бактериологичных показчиках. Большинство водных объектов Гомельской области – бассейны реки Припять и Днепр – по гидробиологическому статусу оценивается состояние этих вод как хорошее и отличное. Даже довольно проблемный водоем – это река Водоток, это река Уза в районе города Гомеля имеет статус хорошего водоема. Поляпшение стану воды тлумачится перш за все проведением природооховных мероприемствов. Летесь, например, притягнули кредитные ресурсы Сусветного банка для будовництва новых очищальных сбудований у Рогачёве. При этом все стековые воды с предприемства обовязково контролюются лабораторными службами Минприроды. До речи, об якости воды можно мерковать еще и по наявности у водоемах рыбы. Мы – государственная общественная организация, одна из немногих, которая занимается зарыблением не только своих водоемов, которые у нас в аренде, но и водоемами и фонда запаса. Занимаемся, зарыбляем за счет средств, собранных нашей организацией с охотников рыболовов. Только за минулый год белорусское товариство полевничих и рыболовов выпустило в водоемы амаль 30 тонн рыбы на 200 тысяч белорусских рублев. Якость воды дозволяется подяваться, что эта рыба не загиня. Правда, под Аховой сегодня находятся не только реки и озера. У Гомеля, например, вся пятная вода выключена с подземных крыниц. Кольки воды находятся под землей, докладно невядомо, а ли и разведанных запасов хопится не на одно десятигодде. Используется от этих запасов подземных вод около 30%. Это от разведанных запасов. То есть обеспеченность всей области идет из подземных источников для питьевых нужд. Для производственных нужд используется поверхностный сток. Олег Сентяров, Максим Савин и Гармарышенко, телерадиокомпания «Гомель». До речи про водные ресурсы сёння подзе размобы у вечерней интерактивной передачи «Добрый вечер, Гомель». Это еще одна махчимость нагадать каждому из нас про важность водных ресурсов для новокольного сяродзя. А кроме того, гости устуды подкажут, как правильно, кольки и какой воды пить. Яких традиций, связанных с водой, притрымливаются белорусы. И чому край болот по лесе имянуется мором Герадота, а реки Гомельского региона носить минавито такие назвы. Глядите, добрый вечер, Гомели, у промым эфиры сёння у 20.35 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. У суботу 25-го саковика пройдя акция «Гадзіна земли». Сё лето лозунных экологічного миропрыемства «Меняй себе, а не планету». Самый простый способ долучиться до акции – отключить электроэнергію о полове 9-й годзіны вечера. А кроме того, на годзіну пагасня подсветка администраційных будынкаў і гандлёвых центраў. У минулым годзі ў акции прынялі ў дел 172 краіны. Беларусь так сама не засталася ў Баку, ад што гадовай міжнародной падзеі. І да інших тем. Кампания МТС реалізуе ў Гомельскай в області новы соціяльно-аддукаційны праект «Деці ў интернете». Ягумэта навучыць школьнікаў малочыгаў зросту бяспечным паводзіным ў глобальнае сеццы. Самым актыўным педагогам-воланцёрам праекта працтавнікі кампании МТС во врачистыў обстановці ўручили каштоўне падарунки подробязності ў наших корреспондентаў. Соціальний образовательний проект по компьютерной грамотности среди школьников младшего возраста «Дети в интернете», реализуемый кампанией МТС, запущен во всех областях нашей страны. В Беларусі ў участниками стали уже порядка двухтысяч ребятишек. В Гомеле – около ста. Осваивать азы безопасного поведения в мировой паутине малышам помогают специально обученные педагоги-волонтёры из числа школьников старших классов. Евгения Сударенко и Дарья Хрущева к новому проекту кампании МТС «Дети в интернете» присоединились несколько месяцев назад. С неподдельным интересом и огромным удовольствием они проводят занимательные тематические уроки для учеников младшего возраста. Рассказывают и наглядно показывают, как правильно искать нужную информацию в интернете, что делать, чтобы не заразить систему своего компьютера опасным вирусом, и постоянно напоминают о правилах этики при общении в социальных сетях. Чтобы максимально вовлечь мальчиков и девочек в полезный образовательный процесс, Женя и Даша используют специальную красочную презентацию, игры и исключительно живое общение с детьми. Я считаю, что этот проект, он очень многого достигнет, потому что дети на самом деле действительно активно очень обсуждали с нами тему интернета, одноклассников, ВКонтакте. И большинство из детей действительно считает, что интернетом как можно и в негативную, так и в положительную сторону пользоваться. Ученица средней школы номер 21 города Гомеля Евгения Сударенко и ученица гомельской 10-й гимназии Дарья Хрущева признаны самыми активными педагогами-волонтерами первого этапа проекта компании МТС «Дети в интернете». И это совсем не случайно. Обеих девочек объединяет терпение, понимание и уважительное отношение к своим ученикам. Мы охватили все 3-4 классы в нашей гимназии, провели эти мероприятия. Детям было очень интересно. Проводили это в игровой форме. Также у нас в планах провести еще мероприятия первые и вторые классы и посетить детский сад. Лучшим волонтером социально-образовательного проекта «Дети в интернете» Евгения Сударенко и Дарья Хрущева и представители компании МТС вручили ценные подарки. За свой добросовестный, а главное полезный и нужный труд школьницы получили модные гаджеты и памятные сувениры. Эти необходимые в учебе вещи станут своеобразным стимулом для дальнейшей волонтерской деятельности. К слову, проект компании МТС «Дети в интернете» еще достаточно молодой, но весьма перспективный. Организаторы надеются, что в скором времени подобные уроки интернет-грамотности придут в каждую белорусскую школу. Обучение интернету, обучение безопасности в интернете – это очень важная социальная миссия, которую мы, как компания, предоставляющая услуги связи, считаем возможным донести до людей, чтобы помимо того, чтобы они думали о том, сколько они потратят на связь, они еще и думали, как сделать так, чтобы это было безопасно. И мы также будем продолжать этот проект. Мы будем набирать волонтеров новых, создавать новые группы, чтобы как можно большее количество деток понимало о том, что безопасность в интернете – это очень важно. Вероника Ворошилина, Сергей Нигеревич, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Гэте, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить мой коллега Сергей Нигеревич.